Всем добрый день! Пришло время рассмотреть объекты детальнее. Если до этого мы понимали объект лишь как структуру, которая может содержать данные и методы, то в этом занятии мы разберем такие механизмы, как наследование, инкапсуляция, полиморфизм, сокрытие данных, свойства объекта и так далее. Все они являются важными для правильного проектирования приложения в среде объектно- ориентированного программирования и понимания процессов и механизмов взаимодействия при использовании фреймворков от Apple, например, какого или UI. Для начала давайте детальнее разберемся с механизмом посылки сообщения объекту и его отличием от аналогичных действий в других языках программирования. Мы уже посылали сообщение объектам, но не понимали его механизма. В отличие от языков C++ и Java Objective C является сообщение ориентированным языком. Это значит, что вызов метода является не вызовом метода объекта напрямую, а именно сообщение объекту, что требуется выполнить. Чаще всего будет выполнен именно метод, имеющийся в объекте. Однако объект может и делегировать выполнение этого сообщения другому объекту или вызвать другой метод. Рассмотрение варианта посылки сообщения объекту, на который он не может ответить стандартным образом, не входит в программу этого курса. Но при детальном изучении Objective C в дальнейшем, опираясь на знания, полученные в этом курсе, это не составит для вас труда. Давайте посмотрим на слайд. Здесь приведены два листинга кода для сравнения. Делают они одно и то же, однако немного разными способами. Приблизительную внутреннюю структуру класса MyFigure мы прошли на прошлом занятии. В первой строке на обеих языках объявляется указатель на объект, а затем он создается. Под него выделяется память и ее адрес присваивается указателю. Но если в C++ для этого используется специальное слово new, то есть этот процесс ложится на компилятор языка, то в Objective C для этого используется ссылка сообщения объекту, и выделением памяти и первичной инициализацией объекта занимается runtime от Apple. Во второй строке целой переменной s присваивается результат вызова метода объекта, который опять же называется square. При этом в C++ этот метод вызывается непосредственно, а в Objective C опять же объекту посылается сообщение с таким именем. Третья строка наконец позволяет нам лучше понять отличие функционально ориентированного языка от сообщения ориентированного. В C++ третья строка является нелегитимной. У объекта нет метода с таким названием, и поэтому такой код компилятор не будет компилировать, сообщив об ошибке. Objective C является очень динамичным языком, и он, как мы уже говорили, может послать сообщение, или по-другому вызвать у объекта метод, реализация которого у объекта отсутствует. Компилятор Objective C предупредит нас об этом, но при этом позволит запустить программу. Если на этапе выполнения объект не сможет каким-то образом обработать сообщение unknown method name, то выполнение программы будет аварийно завершено. Раз мы не касаемся механизма обработки сообщения объекту, реализации которых он не содержит, давайте считать, что посылать объекту сообщение без реализации метода нельзя, однако тут есть исключение, которое мы рассмотрим далее. И, наконец, в четвертой строке происходит уничтожение объекта. Для этого в C++ опять же есть зарезервированное слово Delete. Мы же просто пошлем об этом сообщение объекту, сообщив, что ему нужно запустить механизмы самоуничтожения. Еще одним отличием посылки сообщения от вызова метода в объекте напрямую заключается в том, что сообщение можно посылать нетипизированному указателю на объект ID, который мы также разбирали на прошлом занятии. Компилятор Objective-C не знает, какие может принимать сообщения нетипизированный указатель, так как до того, пока не начнется выполняться код, неизвестен тип объекта, на который он указывает. Однако, если объект, на который он указывает в процессе выполнения сможет обработать это сообщение, то программа будет выполняться нормально. Если нет, то программа авторийно завершит свое выполнение. Контроль поведения полностью возлагается на проектировщика приложения, то есть на нас с вами. В функционально ориентированных языках невозможно у объекта вызвать метод, описание которого неизвестно компилятору, а тем более нельзя вызвать метод у объекта неизвестного типа. Это хорошо показывает динамизм Objective-C, однако, облегчая написание кода, это заставляет нас относиться бдительнее к проектированию приложения, предугадывая возможные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в процессе выполнения нашей программы. Давайте рассмотрим синтаксис посылки сообщения детальнее. Как вы уже поняли, чтобы послать объекту сообщение, в Objective-C используются квадратные скобки. Внутри пишется имя указателя на объект, а потом название сообщения, которое следует ему послать. В дальнейшем мы будем называть это вызовом метода объекта, однако следует понимать, что это именно сообщение. На слайде представлен общий формат вызова метода у объекта, не передавая в этот метод никаких параметров. На этом слайде представлен синтаксис сообщения, в котором в метод объекта могут быть также переданы параметры. Тут используются также квадратные скобки для синтаксического отделения конструкции. Затем пишется название метода объекта, и через двоеточие перечисляются параметры, которые должны быть переданы. При этом синтаксис языка позволяет дать каждому параметру наименование, как часть наименования метода. В Objective-C приняты очень длинные имена методов, с перечислением названий всех параметров, которые метод принимает. Я рекомендую вам придерживаться такого подхода, однако у нас будет отдельная тема, специально посвященная правильному наименованию методов в объекте. Теперь давайте снова вернемся к методу инициализации объекта. Как мы говорили на прошлом занятии, в Objective-C нет специальных методов инициализации, как в других языках, которые называются конструкторами. Метод init является таким же методом объекта, как и все остальные. Просто есть договоренность, что все методы, которые производят установку начальных значений в объекте, начинать со слова init. Обычно такое сообщение посылается сразу после сообщения о log, по адресу, возвращенному этим сообщением. Метод init, так же как и любой другой метод, может принимать на вход параметры. Например, если мы говорим об нашем объекте MyFigure, удобно иметь такой метод инициализации, который позволит одной строкой и создать объект, и задать значение для его полей длина и ширина, чтобы не делать этого в отдельных строках. Давайте создадим еще один такой метод, чтобы сделать работу с объектом более удобной. Как видите, он также начинается со слова init, а далее перечисляем название параметров, которые он принимает, указывая типы. Теперь давайте реализуем его. Как видите, структура метода инициализации с параметрами в целом повторяет структуру пустого метода init, за одним небольшим исключением. Вместо того, чтобы в первой строке вызвать метод инициализации класса предка по указателю super, мы вызываем свой собственный метод init без параметров. Это является установившейся практикой, так как зачастую у объекта есть поля, которые инициализируются по умолчанию или им задаются какие-то нужные начальные значения, независимо от переданных параметров. Чтобы не дублировать такую инициализацию, в каждом методе инициализации их выносят в отдельный метод init. Его называют designated initializer и все другие методы инициализации вызывают сперва его, а он уже внутри себя содержит обязательный вызов метода init у суперкласса. Эту методику проектирования инициализаторов класса следует запомнить. Компилятор не покажет вам ошибку, если вы напишете инициализатор неправильно. Однако в дальнейшем вы можете столкнуться с тем, что программа будет непонятным образом крэшиться или вести себя неадекватно. Если вы, например, пропустите вызов методу инициализацию суперобъекта или не удостоверитесь, что указатель self после такого вызова не пустой. Такая структура обязательно для запоминания и использования. Просто как аксиомы. Когда мы будем с вами рассматривать шаблон программирования, которое называется Singleton, мы разберем для чего нужны эти проверки. Теперь, убедившись, что указатель на самого себя у нас не пустой, то есть объект реально существует, можем его полям присвоить значение от параметров, которые были переданы в метод. Ну а если необходимо, произвести и другие действия для инициализации. Давайте теперь посмотрим, как удобно выглядит запись, создающая объект и одновременно устанавливающая полям объекта нужные значения. Следует также запомнить, что посылка к классу сообщение alloc, а потом указателю, которого вернул метод alloc, сообщение init, должно обязательно производиться в одно действие. Это тоже надо запомнить. Ответ на вопрос, почему, мы также отложим до тех пор, пока не коснемся шаблонов проектирования, в частности Singleton. Теперь давайте рассмотрим еще один момент в Objective-C, который существенно отличает его от функционально ориентированных языков. В отличие от Java и CLC++, в Objective-C можно посылать сообщение указателю, который равен нулю, то есть ни на что не указывает. В функционально ориентированных языках посылка сообщению пустому указателю вызовет аварийное завершение программы. В Objective-C же, в случае отправки сообщения по пустому указателю, еще говорят по пустой ссылке, ничего не происходит. Если же сообщение должно возвратить при этом некоторое значение, считается, что оно возвращает 0 для простых типов и nil для указателей. Посмотрите на код на слайде. Я намеренно приравниваю указатель figure значению nil, то есть делаю его пустым, не содержащим никакой адрес. Соответственно, не у кого вызывать метод square и значение переменной s будет равно нулю. Но, следует понимать отличие пустого указателя от указателя, который указывает на объект, который уже уничтожен. В следующем примере кода объект в памяти уничтожен, а память очищена посылкой сообщения release. Однако, указатель figure продолжает ссылаться по старому адресу, где был объект, то есть указатель по-прежнему содержит адрес в памяти, где раньше был объект, соответственно, не является пустым. Как видите, я закомментировал обнуление указателя после уничтожения объекта и пытаюсь вызвать по адресу, который он содержит, метод square. Рантайм Objective-C любезно попытается отправить сообщение объекту, находящемуся по этому адресу. Однако, объекта там не окажется, и в этом случае программа аварийно завершится, так как обработать сообщение никто не сможет. Контроль такого поведения программы и слежение за очищением указателей после уничтожения объекта возлагается на программиста. Если объект уничтожен, а указатель все еще остается в области видимости, то лучшим решением будет призвоить ему значение nil. Теперь давайте поговорим о трех слонах, на которых стоит объектно-ориентированное программирование, то есть об унаследовании, полиморфизме и инкапсуляции. За этими тремя незнакомыми словами скрывается то, с чем мы, в общем-то, уже сталкивались, но теперь мы с этим просто детально разберемся и поймем, что в объекте называется каким научным термином. Итак, наследование – это механизм, позволяющий описать новый класс на основе уже существующего, родительского, при этом свойство и функциональность родительского класса заимствуются новым классом. Мы уже сталкивались с вами наследованием. Object.fc является языком, где все классы явно или неявно наследуются от класса NSObject, который является базовым для всех. Так и наш класс MyFigure, который мы использовали, унаследован от класса NSObject. Зачем это делается? Вы помните, мы посылали нашему классу сообщение о лог для выделения памяти, а также релиз для освобождения. Но ведь мы не реализовывали этих методов сами, соответственно, программа должна была аварийно завершиться. Но нет, выполнение программы происходило успешно. Это благодаря тому, что эти методы уже были реализованы в классе NSObject программистами Apple, а наш класс MyFigure унаследовал их от предка. И когда мы посылали нашему объекту сообщение, например, релиз, он, не найдя реализации этого метода в классе MyFigure, искал его в классе предки, то есть в NSObject. Мы же только расширили набор функций и полей класса NSObject, унаследовавшись от него, и добавив к нему новые поля и новый метод, которого в NSObject раньше не было. Это Square и новые методы инициализации. Для лучшего понимания, как нам может пригодиться в реальной работе с объектами наследования, давайте попробуем представить пример, что нам нужно рассчитать площади не просто прямоугольника, а трех типов фигур – прямоугольника, окружности и эллипса. Что же, создавать разные методы с разными названиями, с разными формулами подсчета площади для каждой из этих фигур? Нет, мы воспользуемся механизмом, который предоставляет нам наследование. Посмотрите на слайд. Давайте забудем на время, что у нас в проекте есть класс MyFigure, и начнем все сначала. Вот такое дерево наследования объектов фигур мы и попытаемся сейчас с вами реализовать. В вершине дерева мы поставим класс FigureBase, а от него унаследуем классы каждой из фигур в представленном порядке. Смотрите, для чего это нужно. Итак, сперва создаем в нашей программе новый класс FigureBase, унаследованный от NSObject. Мы будем считать его базовым классом или интерфейсом к другим объектам. Поскольку разным типам фигур нужны разные поля, радиус для окружности, а для прямоугольника, например, ширина и высота, мы не будем создавать в базовом классе для них поля, создадим их в классах-потомках. Однако все они будут иметь возможность вычислить площадь, независимо от типа фигуры. Этот метод мы и объявим в базовом классе. Реализацию метода мы тоже сделаем, чтобы не ругался компилятор, но она у нас будет пустой, так как это базовый класс, который не содержит никаких обозначений, что это за фигура. Теперь унаследуем от нашего класса FigureBase новый класс, который будет содержать в себе описание способов расчета для фигуры прямоугольник. Назовем его Rectangle и в качестве предка укажем ему наш базовый класс фигуры. Базовый класс не содержит никаких полей, а у прямоугольника должна быть ширина и длина. Их и объявим тут. Теперь перейдем к реализации. В классе предки FigureBase функция Square пустая и ничего не считает. Если послать сообщение Square нашему новому классу, то площадь не посчитается, так как будет вызван метод Square у класса предка. Что же делать? Давайте переопределим способ расчета площади для прямоугольника. Объявлять функцию в header файле повторно не нужно. Нужно ее просто переопределить в реализации. Что мы и делаем. Теперь нам доступны поля, ширина и высота, из чего мы и составим формулу. Теперь давайте поступим так же с окружностью. Создадим класс Circle, унаследовав его от базового класса FigureBase и добавим ему поля Radius, а так же переопределим функцию Square для правильного расчета площади окружности исходя из радиуса. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь эллипс. Эллипс, в отличие от окружности, характеризуется двумя радиусами – радиусом по горизонтали и по вертикали. Следовало бы снова создать класс эллипса с предком Figure Base, но чтобы показать возможности наследования, я унаследую его от класса Rectangle, чтобы использовать его поля ширины и длины, как горизонтальный и вертикальный диаметр для эллипса. Создав класс, мне не нужны новые поля в нем, так как поля ширину и длину я унаследовал от класса Rectangle, и мне нужно теперь переопределить лишь метод square для того, чтобы исходя из этих полей считалась площадь не прямоугольника, а эллипса с заданными параметрами. Что я и делаю. Теперь перейдем к понятию полиморфизма. Полиморфизм – возможность объектов с одинаковым описанием метода иметь различную реализацию этого метода. На слайде я не зря привез рисунок розетки и штепселей. Электроподстанция не знает, какой объект конечный потребитель воткнет в розетку, но она знает, что если уже объект совместим с розеткой, то он отвечает определенным условиям и ничего страшного не произойдет. А что уже будет делаться с полученной электроэнергией, дело десятое. Так и мы будем использовать наши объекты, объявляя указатели на базовый класс. Но адреса ему будем присваивать конкретного объекта. А теперь давайте попробуем посчитать площадь каждого созданного нами объекта. Несмотря на то, что компилятор думает, что все эти объекты типа FigureBase, метод площади будет вызван тот, который мы реализовали для каждого типа фигуры. Это и есть возможность метода в объекте при наследовании иметь различную реализацию, и это называется словом полиморфизм. Даже если мы объявим нетипизированный указатель на объект, программа все равно будет работать правильно, потому что у конечного класса, на который ссылается этот указатель, есть метод square с конкретной реализацией. Теперь поговорим о порядке типизации указателей при наследовании. При операции присваивания типизированных указателей это допустимо делать только вниз по иерархии объектов. Лучше всего это приористрирует пример на слайде. Давайте рассмотрим блок допустимо. Указателю figure можно присвоить значение указателя circle, так как он его расширяет, то же самое с указателем rectangle. Также допустимо присваивание указателя типа ellipse указателю на rectangle, так как исходя из нашей иерархии объектов, ellipse расширяет возможности класса прямоугольника. Далее, допустимо нетипизированному указателю присваивать указатель на любой другой объект, а компилятор не будет венять ничего против. Ведь нетипизированный указатель не содержит никаких определенностей о том, что это за объект, и корректность работы с объектом, на который он указывает, полностью ложится на программиста. И в последней строчке также допустимым является присваивание типизированному указателю на объект адреса нетипизированного указателя. Опять же, потому что компилятору неизвестно, что лежит по адресу нетипизированного указателя, и он не может проверить правильность соблюдения иерархии. Но информативнее будет рассмотреть блок недопустимого, на что компилятор будет ругаться. Так, например, недопустимому указателю на класс окружности присвоить адрес указателя на базовый класс. Ведь класс окружности может содержать в себе методы, которых нет в базовом классе, а компилятор будет думать, что если он разрешит такое присваивание, то есть. Также нельзя присвоить указателю на окружность указатель на другой класс rectangle, ведь это разные типы объектов. И класс окружности может содержать в себе еще какие-то методы, которых не может не быть у прямоугольника, и наоборот. Нельзя присвоить указателю на ellipse указатель на объект прямоугольника. Эллипс расширяет в нашей иерархии объект прямоугольника, и может также к нему добавить какой-то метод, которого нет в классе прямоугольника. Однако если компилятор разрешит такое присваивание, он будет рассчитывать, что такой метод у класса прямоугольника есть, ведь на него же ссылается указатель типа ellipse. Пусть это все прозвучало не совсем понятно, но думаю, что когда вы начнете делать своими руками иерархии классов, вы разберетесь. Главное запомнить, что объекты могут быть типизированы только от объекта такого же типа, либо теми объектами, которые унаследованы от них, то есть находятся снизу по иерархии наследования. И последнее понятие из базовых для объектно-ориентированного программирования, которое мы разберем сегодня, это инкапсуляция. Инкапсуляции называют возможность программиста ограничивать доступ к данным, содержащимся в объекте. Например, можно ограничить доступ к полям или методам класса. В Objective-C для сокрытия доступа к полям объекта используются следующие ключевые слова. Public. Как видите, все ключевые слова опять же начинаются с собачки. Мы уже использовали это ключевое слово. Оно говорит компилятору о том, что поля объекта, которые следуют после него, доступны отовсюду по прямой ссылке, то есть с ними можно работать как с полями структуры. Для примера давайте рассмотрим наш класс MyFigure. Protected говорит компилятору о том, что поля доступны только внутри класса или его наследникам. Больше я обратиться к этому полю извне не могу, только из самого объекта или у наследованного из него. И последнее, это Private – самый жесткий тип ограничения к полям объекта. Обращаться к этим полям можно только из экземпляра самого объекта, но нельзя ни извне, ни из его наследник. Так, если мы вспомним предыдущий пример, где Ellipse наследовался от прямоугольника, и если бы мы поставили ограничение доступа к полям прямоугольника как Private, то мы бы не могли обращаться к их значениям в классе Потомки. По умолчанию все поля в объектах имеют область доступа Protected, то есть недоступны извне, но доступны членам класса и потомкам. Управлять видимостью методов в Objective-C средствами языка нельзя, но для этого есть некоторые уловки, которыми мы можем воспользоваться. Мы их рассмотрим далее на этом уроке и на следующих. Теперь, когда мы разобрали три термина, которыми описывается теория объектно-ориентированного программирования, давайте рассмотрим еще некоторые особенности объектов в Objective-C. Итак, в Objective-C класс может иметь два типа методов. Первые, объявляемые со знаком минус, являются методами экземпляра класса. Их вызывают путем посылки экземпляру объекта сообщения с именем этого метода. Но есть еще методы и у самого класса. Они объявляются с помощью знака плюс. Чтобы лучше понять, что это такое, их проще всего сравнить с обычными функциями. То есть, они никакого отношения к объекту, созданному в памяти, не имеют. Давайте считать их обычными функциями, но для доступа к которым нужно указать имя класса. На самом деле, механизм их работы сложнее, но нам, для того чтобы эффективно писать программы на Objective-C – этого знать пока не нужно. Обычно в методах класса реализуются различные сервисные функции, которые не зависят от данных, которые содержатся в экземпляре класса. А еще, с их помощью создают конвиниенс конструкторы. Мы с ними уже сталкивались. Для удобства, многие классы позволяют совместить процесс создания объекта и выделения ему памяти в методе класса. Такие методы называются конвиниенс конструкторы. Их имя по соглашению начинается с имени класса, а затем перечисляются параметры для инициализации. Давайте создадим такие конвиниенс конструкторы для нашего класса MyFigure. Один простой, который просто создает объект в памяти и ничем его инициализирует. Второй, который создает объект в памяти и инициализирует его заданными параметрами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Теперь давайте попробуем создать экземпляр класса с помощью convenience конструктора. Это делается вот так. Теперь вы понимаете, что было такое stringless-format у класса на string. Это был его convenience конструктор, который позволял нам получить объект строки с заданными параметрами, не вдаваясь в подробности его создания и выделения памяти. Многие классы в среде какого имеют convenience конструкторы и не один, чтобы облегчить читаемость кода. Программисту для собственных классов делать такие convenience конструкторы чаще всего не требуется, однако и они будут не лишние иногда. Чтобы convenience конструктор был правильным, вот тут должно посылаться еще третье сообщение созданному экземпляру – авторелиз. Формат convenience конструктора нужно запомнить, а значение по ссылке «Сообщение авторелиз» мы разберем, когда будем изучать управление памяти. А теперь снова давайте вернемся к сокрытию. Только теперь не данных, а методов работы с данными внутри объекта. Objective-C не поддерживает управление видимостью методов у объекта, однако если необходимость прокрыть метод от доступа извне, его можно просто не описывать в header-файле. Тогда им можно будет и без предупреждения компилятора пользоваться внутри реализации класса, однако извне он будет не виден. Если метод или функция не описаны в header-файле, то если этот header-файл подключить к другой части программы, о том, что они существуют и как они называются, в той части программы не будет известно. Зачастую недоступными извне делают методы экземпляра, которые выполняют какую-то техническую работу внутри класса, и вызов которых при работе с классом извне не имеет смысла. Как видите, мы в классе MyFigure инициализируем переменные датчиком случайных чисел, но зачем повторяться? Лучше вынести это, например, в сервисный метод, который извне будет недоступен. Назовем его метод toChooseSize, сделаем его реализацию, а говорить о его существовании в header-файле описания объекта не будем. Сами мы его будем использовать внутри объекта. А вот функция main, о его существовании она ничего не подозревает. Впрочем, хотя метод и не описан в header-файле, если программист, работающий с вашим классом, знает о его существовании и вызовет его, то, несмотря на то, что компилятор предупредит его о возможной ошибке, метод будет вызван, и падение программы не произойдет. Компилятор, конечно, будет ворчать по этому поводу, но когда начнет выполнять программу, пошлет таки нашему объекту такое сообщение, а объект, найдя у себя такой метод, выполнит его. Кстати, таким образом, любопытные программисты находят недокументированные возможности у классов, которые Apple поставляет для iPhone, например, и используют их для написания своих приложений и придания им различных характеристик, которые Apple не разрешает и держит для себя. А потом их приложение не проходит ревью в App Store из-за использования запрещенного API. Так что имейте это в виду. И если что-то спрятали от ваших глаз, то наверняка неспроста. Теперь вернемся к доступу к данным, которые содержит объект. Уберем тут ключевое слово Public. И что же, теперь создав фигуру с нужными нам характеристиками, мы не то что изменить ее параметры, не сможем даже узнать, какие они. Для того, чтобы дать доступ к не Public переменным объекта, используются методы, которые называются аксессорами и мутаторами. Аксессор – метод, который используется для получения значения переменной объекта. Имя этого метода по соглашению совпадает с именем переменной. Мутатор – метод, который используется для изменения значения переменной в объекте. По соглашению, имя этого метода строится как set и имя переменной с большой буквы. Для чего может потребоваться такая техника? Ну, например, в том случае, если при изменении какого-то свойства объекта нужно изменить еще какой-нибудь параметр, а еще для того, чтобы избавить нас от некоторых сложностей в управлении памятью. Но об этом мы поговорим в отдельной теме, а пока же давайте создадим у класса MyFigure аксессоры, то есть методы, которые будут предоставлять доступ к данному экземпляру. Давайте создадим иммутаторы. Как я и говорил, есть договоренность, что они называются set и имя переменной с большой буквы. Теперь мы можем в программе поменять значение полей объекта. Теперь мы можем, создав объект, всегда узнать его длину и ширину. Ну, а чтобы оправдать необходимость сокрытия данных, давайте сделаем кэширование в нашем объекте. Ведь зачем нам каждый раз считать площадь, если у нас не менялись значения ширины и длины фигуры. Давайте запоминать ее. Для этого введем переменную squareCache. В конструкторе присвоим ей недопустимое значение, вот площадь же не может быть отрицательной. Теперь модифицируем метод подсчета площади. Если площадь не вычислена, то вычислить ее и запомнить, а при последующих вызовах метода сразу возвращать запомненное значение, не тратя напрасно процессорное время. окей, но что будет, если мы изменим значение длины и ширины? Ведь закэшированное значение площади станет неверным, вот тут нам на помощь приходят мутаторы. Извне поменять значение ширины и длины у объекта можно только при помощи мутатора. Значит, давайте добавим в мутатор код, который перед изменением будет сбрасывать значение кэша на недопустимое, и заставлять метод square заново его посчитать. Вот мы уже понемногу начинаем разбирать возможности построения правильной архитектуры программы. А аксессоры и мутаторы – это часть методик, которая дает нам возможность использовать чужие объекты без ошибок, не задумываясь о том, что там может быть какой-то кэш и что при изменении параметров его надо сбрасывать каждый раз. Мы просто меняем значение и получаем всегда правильную площадь. Но ведь и правда? Писать для каждого свойства объекта, которое надо предоставить вовне аксессоры и мутаторы, утомительно. В объекте их может быть не одно и не два. Тут в Objective-C на программисту на помощь приходят свойства. Они позволяют свести работу над аксессорами и мутаторами до минимума. Компилятор сам напишет большинство кода за нас. Уберем описание аксессоров и мутаторов в хедер файле объекта и используем для их замены следующие ключевые слова. Property – позволяет описать, какими свойствами обладает объект. Также позволяет задать, как должны вести себя аксессор и мутатор для данного свойства. Архитектурно не совсем правильно, но я скажу компилятор, что даже Square – это не только метод, считающий площадь, но и свойства объекта, только read-only, т.е. аксессор к нему нужен, а мутатор нет. Теперь перейдем к реализации. Если у нас ничего нестандартного мутатора и аксессора не делают, то их можно не писать самому, а попросить сделать это компилятор при помощи ключевого слова Synthetize. Synthetize позволяет избежать самостоятельного написания аксессора и мутатора. Теперь, как обратиться к свойствам объекта из основной части программы? Можно как раньше, ведь аксессоры и мутаторы часть за нас написал компилятор. Но лучше работать со свойствами, как с простыми переменными в объекте и для этого к ним обращаться через точку. Это выглядит для глаза более естественно, поэтому перепишем все через точку, а компилятор сам разберется какое сообщение посылать, чтобы получить доступ к аксессору или мутатору. Обратите внимание вот на это присваивание. Компилятор знает, что мы идем на соглашение и мутатор у свойства называется со слова SET и сможет его правильно вызвать. Все. Можно считать, что аксессоры и мутаторы у нашего объекта есть. Но у нас, во-первых, были не стандартные мутаторы, а они еще должны были сбрашивать значения кэша, поэтому их реализацию мы оставим, и тогда компилятор не будет их синтезировать, а напишет только аксессоры к полям. А вот у PolySquare, как мы сказали, мутатора нет, но и аксессор у нее не стандартный, а имеющий некоторую логику, поэтому мы сами перепишем аксессор, используя старый код. Как я уже говорил, архитектурно такой подход к методу площади неверный. Лучше ее держать как метод, ведь там вычисления, которые могут занимать довольно долгий промежуток времени, а работа со свойствами должна быть очень быстрой. Я просто хочу показать вам, как можно синтезировать только часть аксессоров и мутаторов, а также нестандартную часть реализовать самому. Еще один способ сделать программу более элегантной, которой активно используется Apple среди какого и при программировании под macOS и iOS – это протокол. Протокол – языковая конструкция в Objective-C, которая позволяет рассказать компилятору, какие методы поддерживает или должен поддерживать класс. Протокол представляет собой просто список описаний методов. Протоколы удобны тем, что позволяют заранее выделить общие черты у разнородных объектов и передавать информацию об объектах заранее неизвестных типов. Протокол объявляется в программе при помощи ключевого слова «протокол». Методы, которые класс обязательно должен реализовывать, следуют после ключевого слова «required», а те, которые реализовывать не обязательно, например, потому что они, исходя из архитектуры программы, реализованы в базовом классе, следуют после ключевого слова «optional». По умолчанию, все методы, описанные в протоколе, считаются обязательными к реализации. Для того, чтобы указать, что класс реализует какой-либо протокол, после имени класса в угловых скобках перечисляются реализуемые протоколы. Класс может реализовывать несколько протоколов сразу. Протокол и сам может расширять другие протоколы. Давайте разберем все это на примере наших классов, только на тех, где мы отрабатывали наследование. Вынесем описательную часть из базового объекта в протокол. Теперь скажем компилятору, что наш базовый класс расширяет этот протокол. Соответственно, нам больше не требуется сообщать о функции Square в описании класса, компилятор о ней и так знает из протокола. А вот реализацию нужно оставить. Протоколы наследуются, значит все классы унаследованные от FigureBase тоже поддерживают этот протокол и могут считать площадь. А теперь давайте воспользуемся протоколом при обращении к объекту. Заменим вот тут типизированный указатель на нетипизированный, тем самым сообщив компилятору, что нам в общем все равно какой это будет класс, главное, чтобы он поддерживал вот этот протокол, то есть имел функцию Square. Как видите, даже просто Xcode теперь может подсказать, что этот объект содержит функцию Square, хотя что это за объект, ему неизвестно. Причем мы можем описать какой-то объект, не обязательно наследуя его от FigureBase класса. Главное, что мы скажем, что он поддерживает наш протокол, то есть мы можем всегда узнать его площадь. Особенности Objective-C, которые не обладают многие классические языки программирования C++ и Java, например, является возможность добавления методов к уже существующим классам. Это называется категорией. При этом добавить новые поля к классу нельзя, только новые методы. Посмотрите на слайде общий синтаксис категории, как выглядит описание и как выглядит реализация. А теперь давайте попробуем расширить класс NSString, который нам предоставляет Apple и добавим к нему метод, который будет определять пустая строка или нет. Итак, создадим категорию. Добавляем в ее описание новый метод и добавляем к классу NSString его реализацию. Для этого мы можем воспользоваться собственными методами уже имеющимися в NSString, они нам все доступны. Указатель self в данном случае сам и является указателем на объект строки, ведь мы ее и дополняем новым методом. на объект строки. А теперь давайте воспользуемся им в программе. Таким образом, можно добавить в базовые классы ObjectiveSyn новые методы, которые будут решать поставленную задачу конкретно в нашем случае и при этом сделают код более изящным и читаемым. Обратите внимание, что при этом добавить новые поля, то есть внутренние переменные, к классу нельзя, только новые методы. Теперь немного об уничтожении объекта. Подробно мы разберем это в разделе «Управление памятью», но общую картину хорошо бы составить сейчас. Итак, когда объект нам больше не нужен, мы посылаем ему сообщение «Release», чем говорим, что мы больше в нем не нуждаемся. Runtime от Apple посылает самому объекту сообщение «Dialog», в которое мы можем переопределить для того, чтобы обчистить память, которую объект выделял дополнительно. Переменные простых типов очистятся сами, а вот если наш класс создавал внутри себя новые объекты, то их необходимо уничтожать в методе «Dialog». Иначе наш класс уничтожится, а те объекты, которые он создал внутри себя, так и останутся висеть мертвым грузом в памяти. Давайте создадим такой объект внутри класса MyFigure. Пусть это будет строка с именем. Теперь при инициализации MyFigure создадим строковой объект и выделим ему память. Так. Раз мы выделили память под строку, то мы можем ее нужно очистить, когда наш объект будет уничтожаться, иначе строка так и будет висеть в памяти, а доступа к ней мы не будем иметь уже никогда, ведь указатель на эту строку уничтожится вместе с нашим объектом. Для этого мы переопределим в MyFigure метод «Dialog» и очистим память от нашей строки. Причем эта запись является правильной, даже если мы вообще не выделяли память под строку в нашем объекте, ведь в этом случае ссылка на строку является нулевой, а если посылать нулевой ссылке любое сообщение, то ничего не происходит и никаких дополнительных проверок не требуется. Ну и естественно нужно из нашей функции вызвать функцию «Dialog» у предка, ведь если он тоже выделял под что-то память, ему тоже ее нужно освободить. Это правильно делать в конце, после того как мы освободили память.